Прием официальный, но мероприятие больше праздничное, чем деловое. Много аплодисментов, музыка, улыбки. 28 января в Китае отметят Новый год. По этому случаю генеральный консул Янь Веньбынь и устроил встречу с приморскими китаистами. Цель этого приема – создать площадку для активного общения, искренней дружбы и конструктивной дискуссии китаистов, работающих на территории нашего консульского округа. Мы полны решимости сделать это мероприятие традиционным и превратить его в постоянный механизм взаимодействия. Консула КНР во Владивостоке не было больше 60 лет. Знакомство с новым представителем китайской стороны в столице Приморья прошло впервые. Китайцы прежде всего решили наладить отношения с общественностью – с учителями, историками, студентами и журналистами. Консульство КНР до недавнего времени существовало только в соседнем Хабаровске, но там открытые встречи никогда не устраивали. Как это делают, например, консулы Японии или Кореи. Однако, по мнению гостей, такие приемы – неотъемлемая часть дружбы и взаимопонимания. Владивосток, в принципе, это, наверное, с точки зрения российско-китайских отношений, город по значимости не меньше, чем Москва, чем столица. То есть, по сути дела, это и с точки зрения истории, и с точки зрения современности, и с позиции будущего. Консул Яни Веньбинь с Владивостоком знаком уже давно. Он историк и длительное время работал в России. Изучал книги Нелли Месси и Дмитрия Анча. Консул следит за событиями в области дальневосточной науки и поддерживает владивостокских преподавателей китайского языка. Близится китайский Новый год по лунному календарю. В китайском языке слово «петух» – «цзы», созвучно со словами «удача» и «счастье». Поэтому Год Петуха ассоциируется с процветанием и исполнением всех пожеланий. Желаю друзьям-китаистам в Год Петуха блестящих успехов, безграничной радости, здоровья и всех благ. Валерия Белоусына Щедрова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.